Если Ингушетия выиграет во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, то это место станет неузнаваемым. Вместо заросшей травы здесь будет расположен парк в национальном стиле. Он будет логическим завершением аллеи матери и аллеи героев. То есть обе территории соединят между собой, а значит объект будет продолжением парка, прилегающего к площади Алания. Центром станет монументальная композиция, которая будет представлять собой воткнутый в землю кинжал в ножнах, символизирующий мир и безопасность в регионе. Кинжал в высоту почти как шестиэтажное здание будет одновременно и гноманом солнечных часов, по которым можно будет определять точное время. Вокруг меча будут расположены силуэты статуи девяти национальных героев республики в ингушских бурках и попахах. А в основе всей композиции главный символ ингушетии – солярный знак. Он станет новым фонтаном, который будет подсвечиваться ночью. С высоты 90 метров, с башни Согласия будет раскрываться вот такая картина, которая будет говорить о нашей идентичности, самобытности, о нашей культуре. Кроме того, в элементах в малых формах, в игровом оборудовании мы будем воспроизводить какие-то элементы, которые присущи ингушам. Например, игровое оборудование может быть выполнено с использования каких-то персонажей, сказок, из фольклора. У нас очень богатая культура, есть из чего черпать вдохновение. Монумент станет еще одной точкой притяжения жителей и туристов республики. Здесь можно будет проводить различные патриотические мероприятия, открытые уроки, экскурсии. Предусмотрены и специальные помещения для изучения ингушского языка. Самое главное, мы здесь делали вот такое помещение. Это помещение называется «Языковое гнездо». Вы, наверное, слышали, это очень распространенное такое место пребывания для детей дошкольного возраста. Его чаще всего используют народы, языки которых находятся на грани исчезновения. Мы это сделали для того, чтобы здесь можно было, если люди пришли отдохнуть в парк, можно просто или на какое-то время отдать ребенка по часам. И там воспитатели и все работники будут разговаривать с ребенком только на ингушском языке. И здесь ребенок будет получать знания углубленные по ингушскому языку, потому что сейчас уже родители не владеют достаточно нашим ингушским языком, как бы это ни печально было признавать. С сохранению ингушского языка при благоустройстве новой территории уделят особое внимание. Знакомиться с азами родной речи можно будет в прямом смысле на ходу. Здесь лежат везде у нас такие дорожки, это будут плиты. На них будут выгравированы надписи на ингушском и русском языке. Это могут быть названия месяцев, названия растений, названия животных, которые обитают на территории республики. То есть это может быть в абсолютно различных сферах. Мы тут разбили по функциям. И, например, на одной дорожке название месяцев, дни недели, цвета, растения. И человек, прогуливаясь по парку, смотрит вокруг себя и изучает родной язык. Зоны для встреч, камерных выступлений, занятий спортом, а еще умные скамейки, молельные, комнаты для матери и ребенка. Проект масштабный. Здесь будут размещены и помещения для проведения выставок народных промыслов. С тренажерами игровая зона для маленьких детей с холмами, где можно скатиться, попрыгать. И есть тут столики, можно посидеть. Вокруг озеленение. Общая площадь территории, которую планируют благоустроить, около 4 гектаров. Это второй этап реализации проекта «Шелковый путь». Первый выиграл в этом конкурсе 4 года назад и был воплощен в реальность. Территория рядом с башней Согласия изменилась до неузнаваемости. В мэрии Магаса просят жителей пройти опрос, размещенный на сайте администрации города, и представить свои предложения. Мы собирали сведения от жителей, а сейчас уже мы ждем вердикта жителей, наверное. Может быть, какие-то коррективы еще. Что-то, возможно, не учли, что-то можно будет доработать. Это можно и в части оснащения оборудования, малых форм. Любой может высказать свои пожелания. По итогам конкурса мы рассчитываем получить грант в размере 70 миллионов рублей. Здесь также будут использованы средства региональные, муниципальные и инвестиционные средства. Уже 1 ноября конкурсная документация будет направлена на рассмотрение, а до конца декабря будут подведены итоги. Если Ингушетия выиграет, то вся эта красота будет воплощена в реальность до конца следующего года. Зелимхан Калуев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.